Ну что, Антон, последний день, ты посинел? Да, я окончательно посинел. На метр двадцать? Вот, а если быть честным, у меня засалилась рубаха за четыре дня, я решил свеженькую одеть. А 85? А так как это моя парадная рубаха, я пришел к выводу, что надо еще остальное парадное одеть. И так вот потихонечку, короче, целиком оделся во все свое жирное. Ну, прям, да. Так вот. Антон, сколько лута и опыта с тебя выйдет, если тебя забороть? Хрена заебитесь собирать. Ну что, финал с дредом сегодня будет эпичный? О, да. Ты придумал что-то интересное, да? Да, ну у нас счет 2-2, и это будет, так сказать, смертельная битва. Этот финальный босс мы не сможем прокачаться, потому что он тоже в этот момент качается, поэтому мы не можем достигнуть его уровня, чтобы победить. Ну, вот нахер побить, реализатор организовывает. Петит она жизнерадостная. Дольфик собирается. Что, Антон, даже здесь блогерство тебя не отпускает, да? Мы решили повысить с Илюхой ставки. У нас счет за все дни 2-2. Сегодня, так сказать, финальная битва, и мы решили сыграть на большом гвоздике. Принесите большой гвоздик от Юрича. Вот. Здесь с этим я взял молоточек побольше, чтобы это не заняло пол. Возьми тоже вон тот он. Ну, у нас тут игра, значит, будет следующая. Побеждает тот, кто загоняет свайку по вот ее основанию, либо у кого при его ударе пень раскалывается. Что тоже, вероятно. Так, здесь у меня есть... А, ты уже даже отверстие подготовил? Да, чтобы... Ох. Слайка – это большой гвоздь. Задача – загнать вот прям под шляпку, так, чтобы, ну, скажем так, было его не подцепить. Слая задача. Правильно я все скажу? Да, правильно. Ну что, где твой короткий длинный гвоздь? Ну что? Кто бьет первым там вот это все? Первым будет бить тот, кто у меня вытащит гнутый гвоздь. Гнутый гвоздь, окей. Так, так, раз, два, три, четыре, пять. Время свайку забивать. Первый удар. Прям в центр загоняет? Ну, а как-то. Что и раскололо. Делайте ваши ставки, господа. Антон. Эх, не подумали мы, как мы сегодня назад уставать. День расколи. Ну? Ну, еще чуть-чуть. Ну, проверим. Если подцепить смогу, значит, не добито. Да все, не парься, я победил. Нет, я так просто не сдамся. Надо молоточком достукивать, да, там вот это все. Ну, ну что ж, присваивается звание чемпиона забивания гвоздей и свайек. Начальник и не победить. А так уже интереснее. А, Раш, Илюш, достанешь, потом принесешь. Хорошо. Забивание гвоздей от ударов по свайке в мятушке. Нормально. Тебя я сильно не бил, старался. Ну, игры в свайку можно заставить достать. Доставить, проиграв его с свайку зубами. Вон, Илюха, челюсть оставил. Грызи! Ну, кстати, пень пошел трескаться, я думал, что рано или поздно. Мы не знали, что ты бобер. Вот этого не было, когда начинали. То есть сюда еще 2-3 загоним, и он лопнет. Ну, да, кстати. Это уже в мастерской, наверное, придется делать. Что, Антон, ты доволен своей победой? Конечно. Я, на самом деле, еще вот надо освоить кидание колечек. Маш, пойдем попробуем еще раз. Сейчас молоток положим. Давай. Слушай, ну должен, ну надо. Ты сегодня в синем костюме, в препараде. Без хвоста. Есть такой красивый. Я даже голову помыл. Еще и голову помыл, это вообще достижение. Дали горячую воду, наконец-то. Да, дали все-таки. Кто не в курсе, у нас там сосед на 10 этаже залил, короче, до 3 этажа. У него что-то лопнуло, там где-то стык. Мы на 7. Аж до 3 дошло. Да, и нам вырубили горячую воду. На все дни фестиваля, в самый сок. И прямо посреди фестиваля нам звонят и говорят, типа, О, везде вода, бегите. И вот это все. Да. Как-то надо совершить один подвиг за день. Я уже свайку забил, поэтому на колечки я особо не рассчитываю. Да нет, давай. Давай 12 совершим. Нет, главное сейчас... 12 подвигов? Да. Сейчас мы... Немножко другой персонаж. Не важно, но все равно. У нас очень полный расслабон. Ничего не происходит, никого вокруг нет. И не покидай корички. Вопрос мне, а вот есть ли кто-то или нет. Потому что я не могу понять. Я не попадаю на польской категоричество. Не попадаю. Этого дубля не было, ладно? Давай вот с этой листом. И это победа! Ну давай, ты сможешь. Ну. Мы ее так узнаем. Кошечка, кошечка, лапа. Попробуй. И работает. Охреново. Оооо. Нет, там... Там была федерация. Там только за что-то осталось. А что-то я просто пристреливаюсь потихоньку. А что-то я работаю, потом кто-то делал. Вот так впервые. Хорошо. Да что ты будешь делать? Как это... Я уверен, меня даже... Вон девушка, которая мороженое сейчас продает, делает. Когда? Если ты сейчас накинешь кольцо, и тебе камеру разобьет. Понял? Ну одно-то я накинул. Так, подожди, подожди, если с первого раза кинулось одно, значит, должен быть еще. Подожди, 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 подожди. Подожди. Денчик. Так, теперь меня оператор наш решил унизить. Давай, Денчик. Камера, не в твоих руках. Разметывай, как... Что такое? Да ну нафиг, а? Ден, помни, камера у меня. Все. Я с собой давлю. Пойдем отсюда. Пойдем. Все, я унижен, оскорблен. Ну ладно, но в любом случае с файку ты забил. Да, я знаю, к чему теперь стремиться. Нужно точно натренировать этот скилл. Ну короче, мы делаем это в цеху, да? Да, обязательно. Но мы прям не будем демонтировать. Пенечко увезем, поставим вдоль заборчика. Ну, как помойку. Да, и там уже внутри клубный турнир там и так далее. Ну да, со ставками, со всей хурмой. Да. Штрафы уже есть, осталось сделать ставки. Все без зарплаты останутся, в принципе. Или я разорюсь, да? Или ты разоришься. Потому что Юрич как встанет к станку, так все премии у него останутся. Ну, Юрича мы ограничим просто. А, ну подожди, можно сделать как бы как-то юниорскую лигу, да? Там вот это премьер, первая, вторая и чемпионская. Да, там вплоть до мастера спорта. Да, да, мастер спорта по накидыванию колечек на гвозди. Ну да, олимпийский, этот самый потом замутим. Олимпийский вид спорта. Ну типа керлинг же вписали почему-то. Ну. Почему бы свайки не метать? Да. На дистанции четко. Ну. Самое главное добиться того, чтобы патент на изготовление вот строго вот этих вот суперспортивных колечек был наш. Да. Ну, собственно, его еще нет, поэтому... Что там у котов? Пойдем глянем, как там наши котики. Ободрали их, типа. Тролль, на удивление, до сих пор не сломал ни одного лица. Хм, 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 хм. Шо коты как у вас тут? Я так у нас, что да. Мяуэн. Отлично. Так, что там за сложнейшие игры? Давай тоже попробуем. Давай попробуй. Держи, самое сложнейшее. Да, ага. Ага, нет, дай мне такую же, как у детей. Пятеретний ребенок, ты идешь назад, пять секунд держал. Это уникум был. Я уже там на колечках опозорился. Дайте мне бревна. Что надо делать? Смотри. Необходимо держать ее. Ну, на весь. Ты тоже, да, Пятник? Я даже пятнадцатый. У тебя получится. О, на лбу наносу. Это легкое. А попробуйте, наверное, нормально. А еще и кривая у тебя, в смысле? Да. А кривизна, кстати, не роляет. Центр тяжа себе главное найти. Поймать баланс. Ну, сколько с этим нужно? Да я долго. А до скольки надо досчитать или что? Сколько сможешь? Сколько насчитаешь, столько, пять жизней прибавишь. Я столько не хочу. Ну, что, нормально. С палкой мы справились, хотя бы. Да. Плюс пять лет вполне неплохо. Ну, фирш у нас, в общем, парень подтянутый. Он и без майки не лепимый ставит. Не то, что некоторые, конечно. Я, если майку снимаю, у меня такие кубики круглые. Прям один большой себе отрастил. Ну, нормально. Раньше в моде были кубики. Да. А сейчас шарики в моде, да. Девочкам нравятся шарики, да, девочки? Конечно. Вот. Отлично. Значит, с классными шариками можно все, да? Можно все оставить. Сразу можно и потрогать все, что хочешь. Пощупать, кого хочешь. Подергать там, да? Да, да. Кринька, вот этот краслет с пупинцемом, типа, наружу? Да. А это вообще наружу. У тебя такое, да, привязанное? У меня это. Ну, а нас по вечерам, когда приходят, ты слышишь, что он все время бденька, 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 бденька. А это да, это в Индии. Ну, я и вот работала мехом, а так что теперь он вообще не пойми какой. Ой, я думала, что это для мягкости будет клево, а на самом деле на ноге тогда, потому что здесь не пупинцем. Нет, это не пупинцем. Для мягкости. Ну, не пупинцем-то невозможно, вредно? Возможно, но... Просто горячо. Да, да, не, да. Как бы без того горячие женщины становятся еще горячее. Как называются чуваки, которые с длинными волосами под охуительный заруб металла крутят это самое башкой? Точно. Короче, для говнарей на лоб можно пьешь. И сразу из металл-феста будет пол. Сказал потлатый Антон, который... Я так не делаю. Почему? А голова болит от этого. На самом деле, да. Я слишком стар для этого. Да. Я не знаю, кто-нибудь так делает. А то шеи качаются. Да. Не, она... Голова от этого кружится. Болевать, тянет. А там главное после десятого оборота в обратную сторону начать крутить. Это нормально. А, откуда ты это знаешь? Были времена. С тех пор короткую стрижку носишь, да? Хотели мы прокатиться по другим площадкам. Это сделают за нас наши коллеги. Найдете в интернетах. Я думаю, что-нибудь типа VIA 2022 год. Видео там в каком-нибудь Гугле, Яндексе найдете. Наверняка очень много будет отснятого материала. Или Денчик может его поищет, прикрепит сюда. Я не знаю, что там по правам использования этой темы. Сознавая, что Ютуб умер, как бы, относительно российских прав... Нет, конечно, к осенью он может оживет, когда этот ролик выйдет, но... Я очень сомневаюсь. Ну, а что, они постфактум начнут, типа, бомбить? Возможно. Да и то не факт. Ну, опять же, заимствование до трех секунд. Неакритично, с указанием авторства. Ну да, попури по три секунды и весь ролик, да, из чужих роликов. Не, ну три секунды это раз, два, три. А? Техники вызваны. Да? Ну, ты сказал, проверить оттяжки. Оттяжки будут, техники вызваны. А, хорошо. Хорошо. Ну, если мы ждем до дня с грозой, то надо попроверить. Да, да, да. Сейчас пойдем. Я очень надеюсь, что... Бля, сегодня в последний день у нас ночью демонтаж. Почему нельзя было дождь потом? Все сырое будет, мокрое, классное. Да, да, да. Отменяем. Звоним дяде Сереже, короче, просим его на самолетах тучки разогнуть. Он, кстати, должен был приехать, но не приехал. Сюда к нам? Ну да. Ну, вот тогда пусть тучки разгоняет, я не знаю. Потому что у нас сейчас вымокнет все, палатки. Это все потом в цеху развешивать, сушить. Пазязя, не надо дождя. Пазязя. Ну что? Остался часик. Да, и фестиваль закончится. И увидимся мы с этими людьми через год, через неделю, на следующем фестивале. Потом на следующем фестивале, и все лето будем видеться с ними. А что же у нас следующее? На следующее, честно говоря, я не помню. Бладгельт, скорее всего, или Блинный берег? Не, ББ, Бладгельт в августе, ББ в июле. А, значит, ББ. А через неделю что? Через неделю мы едем на Дубраву. Вот. Это не ту, которую отменили? Ну, мы все равно поедем в Дубраву, даже если там мероприятие отменили. Покупаться-то надо, нюху отпраздновать опять, шашлычков пожарить. Да. Фестиваль не заканчивается, пока тепло и светит солнышко. Лайф оттуда, возможно, будет самым веселым. Возможно, никогда не выйдет. Да. Камеру, наверное, с собой брать не будем. Это не стоит видеть. Чтобы не повидеть. А? Чтобы не повидеть. Все. Все. Идем на фотку и звучим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы собрали самый большой оркестр, какой смогли. Ура! 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 Смотрим. Кого будем трогать в последний раз на этом ВИЕ? Давайте Машу подкрутим. Трогаем Антона. Качай Машу. Нет, трогаем Антона, я не шучу. Пристраивайся, че стоишь. Трогаем Антону. Антона нужно. Вау, вау, не лежим в тайные места. Киса, у него свободные соски. А не надо было керчу. Все прекрасно. Я могу это сделать!